Вы же сегодня выступаете с докладом. Поделитесь, о чем вы хотите рассказать нашим уважаемым слушателям. Я хочу рассказать о том, как можно протестировать персонал именно на целевой фишинг, то есть когда фишинг направлен именно на сотрудников компании, как предприятие самостоятельно это организовать. Я расскажу, как злоумышленные могут проникать в сеть, их технологии, этому тоже нужно обучить персонал. И начну с того, что первое выбирается средство тестирования на целевой фишинг, вставляются фишинговые письма, чтобы сотрудник мог распознать с некоторыми преднамеренно внесенными ошибками. Дальше идет обучение сотрудников при необходимости, и потом идет непосредственно процесс рассылки целевых или нецелевых фишинговых писем. Смотрится, кто нажал, кто не нажал, и далее те, кто не нажал, и с ним можно провести дополнительную работу. Их дообучить. Можете рассказать какие-нибудь истории о том, как хакера обманывали, ну или как вы обманывали, ничего не подозревающих сотрудников? Один вариант, это когда хакеры очень хотели попасть на криптовалютную биржу, получить доступ к криптовалютным кошелькам. Они знали предпочтение каждого человека и расслали ему письма с учетом его предпочтений. Например, гендиректор криптовалютной биржи очень любил скачки, ему прислали билеты на ипподром бесплатные, для получения которых нужно было нажать на ссылку, но он не реагировал. Он реагировал систему администратора или администратора инвестиционной безопасности Лука Кодрич, который очень хотел стать членом одного почетного общества, айтишников. Когда ему пришла анкета заполнить данные в формате Microsoft Word, он нажал, несмотря на предупреждение антивирус. Как только коинфайл открыл, злоумышечки получили данные криптовалютным кошелькам и криптовалютной биржи. Социальной инженерии, да, вообще, это прям на передовой. А вот интересно, такие меры, меры обучения сотрудников антифишинговым историям, они насколько востребованы? Судя по тому, что сейчас в интернете все больше таких компаний предлагают услуги по тестированию сотрудников на фишинг и на целевой фишинг, у меня есть понимание, что эта услуга востребована. Но важно тут понимать, что лучше делать это самим, самой компанией, для себя. Во-первых, меньше риск утечки персональных данных, во-вторых, это дешевлесть, если свои сотрудники это проводят, плюс есть какой-то уровень повышения подготовки своих же сотрудников. И те уязвимости, которые в ходе фишинга выясняют, что там хреново антиспамфильтр работает, не настроены те средства безопасности, это желательно, чтобы не уходило дело наружу. Поэтому желательно, чтобы сама компания тестировала своих сотрудников. Какая компания будет более защищенная? Та, в которой более осознанные сотрудники или в той, где большее количество технических средств? Здесь лучше подходить немного к комплексу. То есть дорогие системы Intrusion Prevention, Intrusion Detection System, Endpoint Security Systems, они очень дорогие, и с учетом того, что фишинг направлен на психологию человека, их применение именно для защиты от фишинга считают, что нецелесообразно только их. Самое оптимальное, когда проводим периодичное обучение, тестируемый персонал с лево-фишинг. При этом обучение обязательно собирать всех в классы, чтобы сидели, поднимали руки, слушали. Просто на сайте компании делается небольшой текст, который нужно прочитать. Вначале общие аспекты защиты от фишинга, а потом, допустим, раз в полгода какие-то небольшие аспекты новые. И желательно при этом, чтобы стоял антивирус и какой-нибудь фаервол или антиспам-фильтр на входе, чтобы избежать массового фишинга и все это тоже минимизировать. То есть обучать персонал, это гораздо эффективнее и дешевле? Да, но это эффективнее, но сложно, потому что на это нужно тратить ресурсы своего предприятия, желательно, чтобы не привлекать сторонних, чтобы не было утечки информации. Но это наиболее эффективная мера защиты, потому что действия злоумышленников, они в первую очередь всегда будут направлены на психологию человека. А антиспам-фильтр, антивирус, они психологией не занимаются. Есть какая-то статистика, вот была компания, там, не знаю, в первый раз проводили обучение, там открыли 90% сотрудников эти ссылки, а вот там через полгода уже там открыли только 20% сотрудников. Могу сказать, что да, процент уменьшается, ну, по результатам обучения всегда. Вот, при этом, когда тестируют на фишинг, нужно подходить еще дифференцированно, в зависимости от категории персонала. То есть на стенах администраторов письма более должны быть завуалированы, чтобы человек еле-еле распознал, что это фишинговое письмо. Например, там, отличном одной буквой в сайте домена, с которой идет письмо. А если это бухгалтер, не нужно такие сделать, очень скрытые фишинговые письма, нужно писать, допустим, уважаемую Марью Ивановну, она, допустим, Марья Петровна, она как бы поймет, что это не ей письмо. И обязательно нарастающим итогом. Вначале очень легкие письма, а не дирийские, а потом можно немножко увеличить сложность, потому что иначе сотрудники будут просто бояться открывать письма. Поэтому лучше нарастающим итогом. На ваш взгляд, сотрудники – это ключевая угроза или ключевой актив компании? Сотрудники – это, конечно, ключевой актив предприятия, потому что они же нам помогают нашу бизнесу срабатывать деньги. Но мы не должны забывать, что они и возможные инсайдеры, потому что сейчас большая конкурентная среда. Не раньше, как был Советский Союз, когда там работаешь 30 лет одной месяц, сейчас люди динамично переходят, меняются. Человеку выгодно забрать что-то с предприятия и перейти в другое место с этими знаниями, файлами. Поэтому сотрудников нужно рассматривать как возможных инсайдеров, особенно те, которые имеют доступ к ключевой информации. То есть актив, но такой очень опасненький. Да, чем более ключевой, тем более опасный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!